Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился просто безумно дорогой набор, от стоимости которого у меня заворачивается мозжечок. Пишите свои комментарии по поводу адекватности цены на данный танк, потому что я, честно говоря, сам ценник, но не то что немножко не понимаю, я просто офигеваю. Целых 50 баксов за танк, да еще и за какой танк, за концепт 1Б. Мне почему-то кажется, что это уже перебор, но я понимаю 35 баксов, окей, хорошо, еще хоть как-то я там могу согласиться с этим ценником, если переводить 35 баксов там в голду, да плюс не по самым жирным предложениям, то получилось бы там в районе 20-25 тысяч золотом и окей, хорошо. Это я еще понимаю, но целых 50 баксов, несмотря на то даже, что сюда положили 5 мистических контейнеров, я все равно считаю, что это перебор. Несмотря на то, что здесь есть приказ, выполнив который, а именно сыграв 50 боев победных, вы получите себе еще дополнительно 3 мега контейнера. Я все равно считаю, что 50 баксов, но это уж слишком, по крайней мере, исходя из того, какую машину вы получаете. Что касается того, что сюда положили, положили до безумия бесящий меня вот этот вот аватар, который я вообще не понимаю и он мне никак не заходит. Пишите опять-таки свое мнение по поводу данного аватара и вообще по поводу тех аватаров, которые сюда ложат в комплект. Неужели нельзя положить что-нибудь действительно интересное и годное? Ну, по крайней мере, не настолько распространенное, уж тем более, когда вы продаете наборы за бешеную какую-то сумму. Что касается 30Х5, то вроде бы и круто, но опять-таки на концепте 1Б далеко не каждый игрок сможет реализовать данные Х5. Что касается внешнего вида. Опять-таки, я уже говорил свое мнение по поводу этого внешнего вида и когда делал честный обзор на данную машину. Кстати, честный обзор за ценом брони с сравнительной характеристикой машины по сравнению с другими машинами на уровне. Ну и с тремя дополнительными катками вы найдете в описании под данным видосом и плюс вот здесь вот всплывет подсказочка. Так вот, ребят, внешний вид мне вообще не нравится. Если спереди еще хоть как-то, то нафига они сюда эту, блин, курицу всадили сверху, я не понимаю. Ты когда играешь, ты видишь вот это вот, блин. Вот это ты видишь, вот этот барабан, ну еще хоть как-то, ну блин. Тыльная сторона, которая просто разрисована, не знаю, там, детьми в детском саду кисточкой. Ну не знаю, ребят. Да и тем более обзор постоянно перекрывается и когда работаешь без прицела по своим соперникам, то ну очень, очень неприятно и очень дискомфортно. По крайней мере мне. И давно надо было взяться художником за внешний вид данной машины. Опять-таки, хотя бы перед тем, как выставлять ее просто законский ценник. Но я буду не я, если я не возьму эту машину и не выкачаю ее из ангара. Единственное, что я свои ценники в реальных деньгах смотрю через Steam. Поэтому давайте перепрыгнем ко мне на Wargaming Game Center. Ну и там выкатим машинку из ангара. Итак, друзья, пресс-аккаунт Wargaming Game Center. Просто потому, что на Steam ездить практически невозможно. Там все безумно лагает и тормозит. Ну а что касается нашего героя, а именно концепта 1B, то сейчас будем дальше его продолжать обсуждать. И мне бы очень сильно хотелось, чтобы разработчики после данного видео, я очень сильно на это надеюсь, не лишили меня данного пресс-аккаунта. В конце концов, они мне обещали свободу слова, а я вам обещал честность своего мнения по поводу всего, что происходит в игре. Так вот, ребят, концепт 1B, орудие. Очень хорошее время сведения, очень хороший разброс. Это действительно факт. Что касается ДПМа 2900, это действительно нормальная цифра для десятки. Вопросов тоже не имею. Время перезарядки тоже довольно-таки неплохое. 7.85, ну будем говорить 8 секунд с учетом оборудования и установленной амуниции. Что касается бронепробития, 258 тоже вроде бы достаточно, тоже вроде бы комфортно. Что касается среднего урона, то все-таки 380 маловато. Я бы хотел, чтобы здесь карцовалась цифра хотя бы в 400-420. Тогда игралось бы совсем по-другому и гораздо интереснее. Есть комфортный угол склонения орудия вниз, минус 10. И в этом как раз и есть проблема концепта. О чем я говорю? Я говорю о том, что благодаря плоскости башни, я имею ввиду сплюснутой по сторонам, на нем просто шикарно отыгрывать от башни где-то от неровности. Если вы играете на прямой какой-то площадке, то концепта пробивают абсолютно спокойно в этот нижний бронелист. Ну а если вы, не дай бог, повернулись как-то вот так вот, то ваша огромнейшая плоская башня превращается просто-таки в шикарную мишень для ваших соперников. Поехали в бой, а там дальше будем машину обсуждать. Друзья, я очень сильно хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Не то, чтобы я концепта считал прям совсем фуфловой машиной. Он очень классно движется, у него очень хорошая подвижность, у него очень достойная маневренность, как для тяжелого танка. У него довольно неплохое орудие. Все это в нем действительно присутствует, и я ни в коем случае не пытаюсь принижать эти качества данного аппарата. Но давайте будем говорить откровенно. Мы сейчас разговариваем с вами о ценнике, за который можно приобрести себе, еще и оставив сдачу в кармане, как минимум три годных восьмерки. И это действительно факт. Что касается возможностей концепта. Он действительно неплохо отыгрывается от башни. Он действительно очень классно чувствует себя на каких-то неровностях, если вы становитесь и как раз пытаетесь отрабатывать от брони башни, используя плоскость этой башни, и ни в коем случае не поворачиваясь к своим соперникам бортийной башни, либо бортом самого корпуса. И в этом, опять-таки, ребята, есть проблема данной машины, о которой я говорил. Данная машина, она в основном, ребят, будет от вас требовать одного и того же геймплея, в котором вы будете постоянно искать какие-то... Ну вот вам, пожалуйста, меня подожгли. Так вот, ребят, вы будете постоянно искать одни и те же боевые условия, в которых вам будет комфортно. А именно, какие-нибудь горки, за которыми вы будете становиться и отыгрывать исключительно от башни. Меня вполне спокойно пробили сейчас даже в верхний бронелист, в котором вроде бы хоть какая-то привиденка есть. Как только мне задвинули вот сюда, вот в Бартину, причем под углом, опять-таки, меня мало того, что подбили, так еще и не кисло подожгли. В общем, сейчас дожидаемся окончания данной катки и попытаемся, ну не знаю, как-то более хорошо, что ли, реализовать данную машину в следующем бою. Итак, ребят, поражение, 1900 единиц нанесенного урона, один уничтоженный соперник. Что касается фарма, то здесь заценивать нечего, потому что это коллекционка, и коллекционка предназначена для получения от нее удовольствия. Ну, возможно, для участия в каких-то событиях, но явно не для фарма серебра. Для этого есть премиумные машины, которые сконцентрированы, простите, на восьмом уровне. Что касается моей результативности по команде, то второе место. Ну, а что касается ощущений от боя, то они для меня лично абсолютно никакие. Еще раз повторюсь, я не считаю данную машину прям совсем фуфлом. Но будем говорить откровенно, ценник абсолютно неадекватен в соизмеримости с тем, что машина вам будет предоставлять в боях. Поехали в следующую катку, я попытаюсь сыграть максимально аккуратно и попытаюсь накосить максимального урона, а там дальше посмотрим, к чему это приведет. Почему я говорю о неадекватности ценника на данную машину? Ну, во-первых, потому что я считаю, что данная машина не настолько хороша, чтобы иметь такой ценник. Ну, то есть она не настолько играбельная, она не настолько крутая, она не настолько интересная по геймплею, она не настолько результативная, чтобы за нее отдавать такую сумму. Во-вторых, ребят, давайте будем говорить откровенно, но мало у кого из игроков есть лишних 50 баксов, которые они готовы отдать за танк в этой игре. И уж если этот ценник составляет целых 50 долларов, то, наверное, машина должна быть просто выше всяких похвал. Она должна быть практически идеальной. Или даже не так. Она просто обязана быть просто идеальной, даже без вставки практически. Что же есть у этой машины? Ну да, хорошо, есть возможность отыгрывать вот так вот от башни. Но знаете, чего я сейчас боюсь? Я боюсь, что вот эти вот трое товарисей сейчас выйдут на меня, и я начну жестко отхватывать. А отхватывать начну жестко, потому что, когда я уже не буду играть под прикрытием вот этого холмика, меня начнут просто бешено разбирать, потому что все мои серые зоны станут видны. Хочу ли я себе эту машину? Ну да, в целом я бы не отказался от этой тачки, если бы ее, допустим, можно было купить тысяч за 16 где-нибудь на аукционе, либо за каких-нибудь 17 тысяч в голом состоянии, либо за 18 тысяч. Хотя бы с ее там, пускай даже вот этим внешним видом, просто потому что он для нее предусмотрен в этой игре. Но прям гоняться за этим внешним видом, опять-таки, нет. Что могу сказать еще в поддержку позиции того, что данная машина не должна столько стоить? Ну хотя бы то, что такие годные машины, как тот же самый клинок, на котором самостоятельно можно выдерживать направление, на котором у меня, допустим, как у среднего игрока, я не являюсь супер-киберспортсменом, получается сдерживать двух-трех соперников на каком-то направлении, я говорю про тяжелые танки, и делать это успешно. И он живучий, и он позволяет что-то вывозить на себе, на своем горбу, и не требует от вас супер какой-то подкованности. И плюс к тому, на таких машинах, как тот же самый клинок, или на том же самом супер-коне, которое стоит существенно дешевле, ребят, я могу получать разный геймплей, разные бои, абсолютно в нестандартных каких-то ситуациях участвовать. На этой же машине, как я уже сказал, геймплей упирается в одно и то же. Ты постоянно должен найти себе какое-нибудь укрытие, стать за ним, и отыгрывать на расстоянии от своих соперников, играя исключительно от башни, в надежде на то, что они к тебе не подъедут поближе. Потому что если поближе они к тебе подъедут, то тебе будет, ну прям больно и неприятно до безобразия. И данный геймплей абсолютно не по мне, уж тем более за такие, ребят, деньги. Не знаю, напишите в комментариях, если бы у вас была возможность купить себе данную машину. Вы бы покупали ее, за тот ценник, который есть. Или напишите, во сколько вы оцениваете данную машину в деньгах реальных, либо в золоте. Я лично мог бы сказать, что плюс-минус годный вот этот набор, если бы его продавали за тысяч эндок 22,5, ну пускай 25, как потолок, в золоте. Ну а теперь жду вердикта от вас, мои дорогие зрители. Что касается результата нашего по этому бою. Да, здесь получилось набить больше, именно потому что с картой повезло, и там опять-таки я смог реализовать машину, так как она и предусмотрена для реализации, а именно отыгрывать исключительно от башни. 4 тысячи урона, один уничтоженный соперник. Что касается результативности по команде, то я очень хочу похвалить нашего разящего, потому что очень-очень классный результат, переплюнул меня и переплюнул существенно. Ну а что касается тех ребят, которые тоже сделали вклад в эту победу, то похвалим и второго нашего союзника, ну и обязательно отметим наших соперников, которые достойно сопротивлялись, достойно сражались, и вышли из боя, пускай и с поражением, но я больше чем уверен, что с гордо поднятой головой, хоть и с подпорченным настроением, потому что делали они действительно максимум того, что могли. Так что же хочется сказать напоследок от себя. Машина не стоящая тех денег, за которые ее продают. Если вы готовы попрощаться со своими 50 баксами, то лучше возьмите этих 50 баксов, вложите их в голду, покупая соответствующие наборы в магазине. За эти баксы в переводе на голду купите себе каких-нибудь годных восьмерок, или в конце концов купите себе какого-нибудь Чифтейна МК-6, или не знаю, того же самого Клинка, которого я считаю лучшим тяжелым танком на 10 уровне среди коллекционок, и вот на них получайте действительно удовольствие, еще и сдача останется. Ну а тратить или не тратить вам свои кровные, я вам безусловно не могу сказать нет, не тратьте, это ваше право, но то, что стоит хорошенько задумываться, это однозначно. Вот такой вот он концепт 1б в руках не статиста и не киберспортсмена. Я очень сильно надеюсь, что данное видео поможет вам, если вы играете приблизительно так же, как и я, принять взвешенное и правильное решение. А если вы за честность автора и за честное мнение по поводу того, что происходит на просторах нашей игры, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас, потому что я больше чем уверен, что нам с вами однозначно по пути. Я вам гарантирую, я вам обещаю, что на данном канале вы никогда не найдете пропагандистических видео на тему того, что вам нужно бежать и покупать что-то, что потенциально в будущем сможет вас расстроить. Я побежал снимать специально для вас, потому что новости еще есть. Нам завезли набор из двух машин и буквально через полчаса, час, после выхода данного видео появится видос по поводу данного набора и обзоры на данные машины. Кстати, они уже есть в виде честных обзоров у меня на канале, поэтому уже сейчас можете искать эти видео и смотреть. Поверьте мне, там высказано абсолютно честное мнение по поводу каждой из них. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok